Дети сядут за парты в сентябре. Об этом и другом говорили на заседании регионального правительства. Для школьников готовят праздничные линейки к началу учебного года, примут все возможные меры безопасности. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти. Впереди осень, время простуд, что на руку пандемии. И именно как спусковой крючок для нескольких жителей Коломы сработала коронавирусная инфекция. Поэтому никуда он не делся. Он здесь среди нас и мы. Каждый день заболевает по 15-20 человек. Осенью для жителей Магаданской области проведут вакцинацию. В первую очередь ее должны получить медицинские сотрудники, говорит Сергей Носов. Затем, по добровольному согласию родителей, вакцину необходимо предоставить детям, так как очаги развития вирусов в 35% случаев наблюдают в семьях. По словам министра образования Анжелы Шурхно, дату начала учебного процесса в школах требуется согласовать и утвердить. А сами учебные заведения подготовят к сентябрю с учетом всех требований медицинской безопасности. Понимаем, что стоит перед нами главная задача максимально разобщить классные коллективы, школьные коллективы и снизить риски заболеваемости школьников, а также педагогов. Для этого какая работа проведена сегодня в Магаданской области? Первое. Мы принимаем решение за каждым классом закрепить отдельный кабинет в соответствии с рекомендациями. С учетом рекомендаций рассадка будет на расстоянии полутора метров. Если в классе более 15 человек, у нас 15 школ, это школы большие, мы также будем дополнительно изыскивать кабинеты для того, чтобы этот класс разделить. Также для учащихся будут определены разное время перемен и разное время посещения школы. Будет налажен контроль за наличием индивидуальной защиты и применением. У каждого школьника будут проверять температуру при входе. Точные сроки начала учебы и правила посещения школ утвердят к 20 августа.